Актер Мне кажется, были исключения и Лавров, и Кобзон, и, по-моему, Ульянов. Я могу сейчас ошибаться, они же входили в свое время, тогда это была не Дума, а съезды депутатов, но они занимались общественными. Не было именных фондов. Вот фонд Константина Хабенского, такого вот раньше представить было сложно. Почему? Не было необходимости в такого рода институтах? Или что это? Раньше? Наверное, немножко по-другому. Я уверен, что те или иные мои коллеги так или иначе помогали. Либо своим коллегам, либо больным детям, либо еще какое-то направление. Те же, наверняка, да и уверен, те же истории с брошенными собаками, с приютами и так далее. Так или иначе помогали, но это был, наверное, черный кэш, личные заработанные деньги, которые раздавали, и это было проще. И сейчас это проще. На самом деле. И сейчас помогать людям просто конвертами намного проще, чем официально помогать. Но вы же официально помогаете, и, допустим, в вашем случае, это не потому, что вы здесь сидите, а потому, что вы просто реально мне симпатичны. Вот по-человечески. Хотя, в общем, вас я первый раз вижу. Ну, такие ощущения. То есть, вот в вашей истории, допустим, я не сомневаюсь, что это, видимо, были какие-то причины для того, чтобы вы вписались конкретно в это. Да, значит, не хотите говорить о том? Я расскажу. Все началось очень просто и очень печально. Когда моя жена Настя заболела, и у нее нашли опухоль в голове, для того, чтобы не замыкаться на себе и на болезни, я понял, что нужно сделать фонд, официально открыть, для того, чтобы она занималась подобными себе, и чтобы поддерживала. Это в Америке очень используются вещи. У нас, скажем так, это очень закрытая тема, и нет такого широкого оповещения и общения друг с другом, как больных, так и здоровых людей. Немножко замкнутое пространство. И я решил открыть официально, сделать фонд официально, чтобы Настя помогала таким же больным, но детям. И она начала заниматься этим. Одному ребенку мы помогли, девочка, Оля Потапова, Маша Потапова. Она сейчас жива. Она жива благодаря той помощи, которую организовал фонд. Она жива благодаря Господу Богу и нашей медицине. Ну, понятно, да. Но так или иначе, мы начали помогать и до сих пор держим руку на пульсе. Мы, я говорю, уже фонд. Ну да, я понимаю, да, конечно. Дальше уже Настя не успела, присоединилась к большинству. Дальше я понял, что нужно везти, иначе грош цена вообще всяким нашим начинаниям. Но политика партии, скажем так, фонда была такова, что лучше одна взятая жизнь, нежели распыляться и бегать. И поэтому никак не пиарились, никак не заявляли о себе, а тихонько работали. Свои деньги, деньги ребят, которые имеют возможность пожертвовать, металлургический комбинат. Ну, в общем, вот есть друзья, к которым можно обратиться. Четыре года мы существовали. Сейчас я понимаю, что есть время, есть желание, есть возможности выйти на другой уровень. Для этого нужно просто зарабатывать, фонду зарабатывать, собирать больше денег.